Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске мы будем рассматривать радиацию на одежде дятловцев. Физико-техническую экспертизу одежды дятловцев. Постановление от 18 мая 59 года Свердловск. Прокурор-криминалист прокуратуры Иванов, рассматрив уголовное дело по обвинению о гибели студентов Уральского политехнического института и принимая во внимание, что для выяснения причин гибели туристов необходимо произвести радиологические исследования и решить вопрос о радиологическом загрязнении одежды туристов. Постановил назначить по настоящему делу физико-техническую экспертизу для разрешения следующих вопросов имеется ли радиоактивное загрязнение одежды и частей трупов погибших туристов. Производство экспертизы поручить главному радиологу Свердловска Левашову в распоряжение эксперта предоставить всю одежду Золотарева, Дубинина и Колеватова и Тибо Бриньоль, а также части их трупов. Прокурор-криминалист, младший советник юстиции Иванов. И тут возникает вопрос, с чего это вдруг Иванов решил, что на одежде и на телах погибших есть радиация? Я считаю, что Иванову многие рассказывали про огненные шары. Помните, там есть заметка про огненные шары, потом свидетельские показания, что люди видели огненные шары. Возможно, Иванов предположил, что в этом районе производился ядерный взрыв или испытания какие-то. И именно поэтому Иванов решил назначить эту физико-техническую экспертизу. Давайте почитаем заключение эксперта. Итак, направленные в радиологическую лабораторию Свердловской горсанэпидстанции пробы твердых биосубстратов и одежды, объединенные в группу под номерами 1, 2, 3, 4, исследованы на содержание радиоактивных веществ. Предварительно были проведены дозиметрические замеры одежды на приборе ТИС, при котором выявлено завышение естественного фона на 200-300 импульсов в минуту. В дальнейшем при радиометрических замерах без озоления в свинцовом домике с кассетными счетчиками СТС-6 в количестве 4 штук была установлена максимальная загрязненность на отдельных участках одежды. 1. Свитер коричневый от номера 4, 9900 распадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. 2. Нижняя часть шаровар от номера 1, 5000 распадов в минуту со 157 квадратных сантиметров. 3. Пояс свитера от номера 1, 5600 распадов в минуту со 150 квадратных сантиметров. 4. В таблице номер 2 показано загрязнение различных видов одежды. Смотри на обороте. Давайте внимательно рассмотрим таблицу и какая информация в ней содержится. Итак, таблица номер 2. Загрязненность одежды. 1. Столбец номер по порядку. 2. Столбец наименования. 3. Столбец площадь в квадратных сантиметрах. 3. Столбец общий счет в импульсах в минуту. 4. Столбец активность загрязненного участка. 5. Столбец активность загрязненного участка в пересчете на 150 квадратных сантиметров. Итак, перед нами прибор ТИС, который предназначен для замеров радиационной активности на каких-либо поверхностях. И к нему вот такой СТС-счетчик из 4 счетчиков Гейгера-Мюллера. Видите, там 4 счетчика в кассете в той. Значит, чем больше счетчиков, тем точнее измерения. Значит, этот прибор позволяет мерить общий фон. Да? Гамма плюс бета плюс альфа условное. И можно сразу же установить, какой фон. Или это гамма плюс бета плюс альфа, или только гамма, или только альфа, или только бета. Смотрите, если образец закрыть простым листом бумаги, отсечется альфа фон. Если закрыть образец листом алюминия, не очень толстым, то, значит, отсечется бета фон. И вот они таким образом установили, что образцы имеют только бета излучение. Причем на 200-300 импульсов в минуту больше фонового. То есть у нас есть фоновая активность. И на 200-300 импульсов предварительные замеры показали, что эта активность радиационная выше за счет бета распада. Значит, что еще хочу сказать. А, а для того, чтобы установить точно, какая была радиация в образцах, надо было измерить в свинцовом домике. Свинцовый домик, он отсекает фоновую радиацию, да, окружающую нас фоновую радиацию. Вот свинцовый домик, вот в него помещались образцы, потом счетчик СТС-6 туда помещался. И количество импульсов считала установка B2. Ну, вот это не установка B2, а другая там. Просто я рисунка не нашла. Значит, счетная установка специальная, которая считает точно. В ней еще какой-то есть поправочный коэффициент, чтобы очень-очень точно посчитать вот это вот количество импульсов в минуту, чтобы посчитать эту бета радиацию на этой одежде. Значит, хочу еще заметить, что в импульсах в минуту измеряется активность только бета-излучения. Гамма-излучение меряется в других единицах. Ну, вот давайте на примере пояса свитера от номера 1 до промывки и после промывки. Вот смотрите, площадь этого материала была 70 квадратных сантиметров. Счет, общий счет 384 и 366 до промывки, 244 и 218 после промывки. Дальше, следующая цифра – это число, счет делили на площадь. Да, 384 импульсов в минуту делили на 70 квадратных сантиметров и получали импульсов на квадратный сантиметр, а потом умножали на 150, чтобы эти все величины сопоставить. У вас может возникнуть вопрос, почему именно на 150 квадратных сантиметров пересчет производился. А вот именно на 150 квадратных сантиметрах – это рабочая область вот этого датчика. Вот эта поверхность – 150 квадратных сантиметров. Именно поэтому на 150 квадратных сантиметров число импульсов и считалось. Так, справка у нас тут. Значит, номер 1 – это вещи Колеватова, 2 – Золотарев, 3 – Тибо Бриньоль, 4 – это Дубинина. Вот так вот были пронумерованы вещи, отданные на экспертизу, как в актах вскрытия. Обратите внимание, радиация на всех предметах одежды дятловцев, найденных в ручье. Видите, где-то больше, где-то меньше, но она присутствует везде. Обратите внимание, на свитере коричневой Люды Дубининой – 9900 распадов в минуту. Больше всего. Но я подразумеваю, что это связано с тем, что свитер у него, он же вязанный, и поверхность у него, соответственно, больше. И именно поэтому радиоактивных частиц на нем задержалось больше. Опытная промывка одежды показала, что загрязнение снимается, процент отмывки колеблется от 30 до 60. Промывка одежды производилась в проточной холодной воде в течение 3 часов. При определении вида излучения установлено, что активность имеет место за счет бета-частиц. Альфа-частицы и гамма-кванты не обнаружены. Отсутствие соответствующих приборов и условий в лаборатории не позволило провести радиологический и спектрометрический анализ для определения химической структуры излучателя и энергии его излучения. То есть у них не было спектрометра. Какой изотоп вызвал это бета-излучение, они не могли определить. Но мы с вами сейчас это все разберем. Дальше идет про радиометрические замеры твердых биосубстратов. Но про это я уже выпускала ролик. Ссылку я дам в описании. А сейчас мы будем говорить только про одежду. Что же вызвало бета-излучение, бета-загрязнение одежды тятловцев? А далее Левашову задали дополнительные вопросы. Иванов задал следующие вопросы. Должна ли быть или может ли быть повышенная загрязненность одежды радиоактивными веществами в обычных условиях, то есть без нахождения в радиоактивно загрязненной зоне или месте? Ответ. Нет, не должно быть совершенно. Полностью согласна. Возможно, если только фоновая. Второе. Имелась ли загрязненность объектов, исследуемых вами? Как указано в заключении, имеется загрязненность радиоактивными веществами, бета-излучателями отдельных выборочных участков одежды. Ну, короче, он тут говорит про результаты этих исследований. Так, ну, в общем, опять Левашов рассказывает про самые загрязненные участки одежды. Третий вопрос. Можно ли считать, что данная одежда загрязнена радиоактивной пылью? Ответ Левашова. Да, одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами, или при контакте. Это загрязнение превышает, как я уже указывал, норму для лиц, работающих с радиоактивными веществами. Четвертый вопрос. Как вы полагаете, какова могла быть степень загрязненности отдельных объектов, если принять во внимание, что до исследования у вас они находились в проточной воде около 15 дней? Ответ. Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была во много раз большей, но здесь надо учитывать, что одежда могла промываться неравномерно, то есть с разной степенью интенсивности. Эксперт Левашов. При подготовке к сегодняшнему ролику я изучила все видеоролики на канале Олега Айзона. Проект о радиации, радиоактивные материалы. Этот человек имеет кучу радиометров, кучу спектрометров. Он изучает почву и в зоне Чернобыльской аварии, и радиацию в продуктах. Очень полезный канал, очень интересно. Кроме Олега Айзона мне помогали книги. Книги 1957 года. Дозиметрия ионизирующих излучений Аглинцев. Очень интересная книга. В ней я нашла страница 277. Список бета-излучающих изотопов. Этот список не полный. Мне пришлось его дополнить немножко и проанализировать. Итак, перед вами чистые бета-излучатели, период полураспада которых не какие-то доли секунды, а дни и годы. И среди них есть изотопы природного происхождения, а есть рукотворные, созданные руками человека. Давайте подробно сейчас их рассмотрим. Так, первая строчка, первые три изотопа. С-14, углерод-14. По природе он находится в верхних слоях атмосферы. И плюс он еще образуется при сжигании угля на ТЭЦ. Но еще его количество резко возросло в 60-е годы в связи с воздушными ядерными испытаниями. Значит, теоретически мог углерод-14 находиться на одежде дятловцев. Но не думаю, что в такой высокой концентрации. Следующий, П-32, фосфор-32. Он используется в медицине. Сомневаюсь, что в лесу было в таких больших концентрациях П-32. Следующий, третий, H-3. Он используется в атомных реакторах. Тоже вряд ли в таких огромных количествах. Думаю, что первая строчка изотопов полностью отпадает. Вряд ли это изотопы, вот эти первые строчки на одежде, четверки в ручье. Следующий изотоп, калий-40. Это природный изотоп. Он находится везде. Даже в наших костях и в наших тканях. Везде калий-40 находится. Особенно в бананах. Но этот фон незначительный. Значительный фон калия-40, бета-излучение, в калийных удобрениях. Даже если вы будете покупать себе какой-то дозиметр, то возьмите с собой калийное удобрение. На нем вы проверите работу этого дозиметра и его чувствительность. Но я сомневаюсь, что калийное удобрение, например, калий-хлор в таком изобилии находилось на перевале. Я подсчитала, 2 грамма калия-хлора нам даст 10 тысяч импульсов в минуту. Такой даст фон. То есть, чтобы получить такое количество излучения, как на одежде дятловцев, надо калия-42 грамма. Вот распределить равномерно на том кусочке одежды. Но я сомневаюсь, что калийное удобрение кто-то распылял или вносил на перевале. Если только летчик Патрушев не распылял эти калийные удобрения над перевалом, чтобы трава на горе лучше росла. Как вы считаете, такое возможно или это шутка? Я думаю, что такое невозможно. Значит, калий-40 отпадает тоже. Следующие изотопы. Рутений-103, рутений-106. Про эти изотопы я мало знаю. Но я знаю, что они распадаются. И продукты их распада дают гамма-излучение. То есть, это было бы не чистое бета-излучение. Даже не знаю, зачем я сюда рутений записала. Но, по-моему, рутений тоже отпадает. Следующие изотопы. Стронций-90 и 3-90. Значит, в окружающую среду стронций преимущественно попадает при ядерных взрывах и выбросах с АЭС. И образуется преимущественно определение ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии. Значит, стронций-90 и 3-90, они всегда идут в паре. То есть, теоретически, они и могли быть последствиями последнего перед мораториями ядерного взрыва на Новой Земле. На Новой Земле последний воздушный взрыв был 25 октября. Радиоактивная пыль элементарно могла быть разнесена на такое расстояние. Значит, там по прямой расстояние 1100 км. Примерно до перевала от полигона на Новой Земле до перевала 1100 км. Вы скажете, это очень большое расстояние. Но вот осенью 2017 года в Германии был зарегистрирован повышенный фон рутения. И порозию ветров как-то по воздушным потокам они выяснили, что это радиоактивное вещество было принесено в Германию с Южного Урала. А это более 3500 км. То есть теоретически ветра, атмосферные потоки могут на расстояние значительнее переносить радиоактивную пыль. Так, что касается Цезия-137, это тоже продукт, образующийся при ядерных взрывах и выбросах с атомных электростанций. Таким образом, мне кажется, на мой взгляд, Стронций-90 и Цезий-137 это два изотопа, которые и загрязнили перевал. Одежда была загрязнена именно этими изотопами. Вспомним, как нашли туристов в ручье. Если 25 октября 1958 года был последний ядерный воздушный взрыв на Новой Земле, то теоретически в ноябре могли выпасть уже радиоактивные осадки. То есть мог быть уже радиоактивный снег, под которым туристов и нашли. Значит, таяние этого снега пропитывало радиоактивной пылью одежду дятловцев. Одежда в данном случае, как адсорбент, впитывала в себя вот эти частицы. На свитере радиации больше, потому что он вязаный. Он лучше впитывал в себя вот эту радиоактивную пыль. Задерживал свитер, лучше задерживал радиоактивную пыль из ручья. У Олега Айзона есть целая коллекция радиоактивных грунтов. Ему присылали из Германии, из урановых шахт. Потом образец из Чернобыльской зоны отчуждения, из электросталь. И везде он делает спектральный состав или изотопный состав этих грунтов. И практически везде присутствует цезий-137. Период полураспада цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. И я думаю, что если походить на перевали во влажных местах, в низинках с радиометром, то тоже можно найти излучение. Значит, бета-излучение меряет не каждый бытовой дозиметр, а только некоторые. Там, где более чувствительный датчик. Ну вот, говорят, МКС бета хорошо меряет. И с его помощью можно и на продуктах замеры делать, и почву. И вот радиоскан тоже все очень хвалят. Я не рекламирую, я просто говорю, потому что я сама думаю, какой прибор лучше себе купить. И вот такие приборы, которые замеряют бета-излучение, значит, они позволяют загрязнение почвы выявлять. Вот это бета-загрязнение почвы плюс бета в продуктах. Все это можно делать не каждым. Как я уже сказала, вот, например, радиоскан подходит. И все эти приборы, они порядка 20 тысяч. 17-20 тысяч. Вот такой прибор с таким датчиком Гейгера, который более чувствительный. Это вот такие приборы. Если у кого-то есть один из таких приборов, сходите в лес, замерите почву в своем регионе. Интересно будет, какой же там будет фон. Наверняка в приватной беседе Левашов объяснил Иванову, откуда взялась радиация на одежде туристов. То, что это последствия ядерных испытаний на Новой Земле, скорее всего, на Новой Земле. И то, что эта радиоактивная пыль не имеет никакого отношения к смерти туристов. Именно поэтому результаты физико-технической экспертизы были изъяты из уголовного дела. Ничего сверхъестественного здесь не было. Одно другому не мешает. Эта радиация не повлияла на гибель туристов. Возможно, это повлияло на засекреченность дела. Но это не точно. Но в любом случае, вот эти дозы радиации, они, конечно, повышенные, но к смерти туристов отношения не имели. Если вам что-то непонятно, напишите свои вопросы в комментариях. Мы обсудим эту тему. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, в качестве подскриптума совсем забыла сказать. Некоторые считают, что радиация была вызвана часами и компасом, которые находились на руке Коли Тиба. Действительно, популярные часы в те годы и компас на них наносили светомассу, которая состояла из солей радия. Но эти соли давали гамма-излучение, а не чистое бета-излучение. Поэтому радиация на одежде не может быть вызвана часами и компасом. Вот и все, что я хотела сказать в сегодняшнем выпуске. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok